всем привет добро пожаловать на наш канал спасибо что вы с нами смотрите нас в начале видео мы хотим поприветствовать всех новых зрителей новых подписчиков я надеюсь что у нас вам понравится и вы будете с нами у нас сегодня на улице прям жара я не знаю даже вот можно кофту снять и ходить спокойно без кофты ну конечно мы этого делать не будем вот даже видно да вот как солнце печет машине конечно вообще просто просто жарко да просто невыносимо вот я немножко тут сделала себе поменяла имидж можно сказать так вот и сейчас мы с дариной чумы сейчас дарина поедем покатаемся и в светофор в общем оставайтесь с нами нас берем вас с собой тоже конечно же мы за русской приехали в этот светофор что мы брали ну да здесь клеенки брали в общем дарине тут надо и так меня на плохо слышно что я в маске дарина тут что-то купить да они разные тут очень интересно как обычно да все одно и то же все одно и то же дарина тут зависла в игрушках да да вот это книжек тут мало вот наверное вот это будет распечатывать какие-то новые мега раскраски для мальчика да интересную мягкая какая-то он тут же заданию такая все тут букварь ловлю ловлю видимо я его так и не впаймаем вот этих заданий здесь тоже очень много сейчас лежит разного 2312 даже вода есть Ну какая тут опять 6 лет, ага. Давай, выбирай книжку или что ты тут? Сейчас найдем для тебя, запаковано все. Там очень далеко, еще тут одни эти развивашки, книжек нету, да? И Дар тоже просил, короче говоря, наверное, мы сегодня просто так. Смотрите, что увидели в светофоре, еще компактная индукционная плита здесь есть. Раньше здесь не было. Такая вот она. Я не знаю. Вот. Классно, наверное. А мы с Дарим едем на почту. Да, Дарусь погодка вообще классная. Посмотрим заодно, что тут сделали. Нам, допустим, нужно посылочку отошли. Да, тут фигурки уже поставили. Все, конечно. Вот деревья уже много посадили. Старые вырубили деревья. В общем, тут много, конечно, деревьев. Повырубали, повырубали все. Вот здание вот это вот видно. Капец как видно. Ну иди посмотри там на белку. Вот белка ближе будет. Шишки, а где ты их видишь? А, вот белки накидали шишки. Я надеюсь, они долго стоят в фигурке. Ну, потрогай, только не дергай ничего там. Где, Божья коровка? Она думает, что травка. Ну, пусть, пусть она сама улетит. Ну, конечно, на солнце стоит. Ну, да. Мягкая, да, не колется? Да, не колется. Угу. Давайте, сфоткаю. В общем, на пучке, на рода. Не садитесь на меня и не станете за уши. За уши, да, не больно. Мне больно. Угу. Короче, на рода там вообще полный этот. Смотри, там шишки накидали ему специально. Они кидают шишки, наверное. Я тоже кидаю шишку. О, он ля прям. Вот, тут уже что-то на лапе. Угу. Угу. Что, берешь шишки и пошли? Или что? Вот елочки. Мне вот это вообще ели голубые. Очень нравится. Я уже, по-моему, не раз говорила. Лавочки тут сделали. Телек. Правда, показывают непонятно что. Ну, работает. Березки хоть, парк березок тут оставили. Лен, пойдем. Ну, иди, возьми, да, пойдем. Поехали уже. Потом приедем. Приеду, приедем. Не знаю, как получится. Что, народа, ну, просто нереально много. Давай, Дарусь, бери и пойдем. Ну, сильно много, только не бери. Зачем их много? Возьми там парочку. Пошли. А у нас сегодня тоже домашнее задание. Дали Тимошке тетрадку дома писать. Они уже дошли до буковки А. А вот интересно, да, да? Ну, Тимош, убери пока. Объяснили. Это вам объяснили, что... Как-то вот точечки стоят... А, это откуда начинать, наверное. Да, откуда, наверное, начинать. Я так понимаю, вот эти вот распределили точечки. Ну, вы поняли, да? От средней сюда, сюда и посередине. Скорее всего, так. Сейчас. Только нужно было чупик сначала скушать, а потом уже... Вот так вот. Вот, молодец. У нас уже вечер. Да, Эрдар на ингаляцию опять его посадили. Сходили мы с ним в больницу. Да какой карантин? Ну, в кавычках. Сходили мы с ним в больницу. Все, нам назначили. Опять эти ингаляцию, таблетку и таблетки... Вернее, не таблетки, а этот сироп от кашля, в общем. И еще как раз и антибиотик. И еще нужно нам сделать пойти рентген. Сегодня мы не сделали, пойти сделать рентген. Девчонки-кайфулики. Так, Милена и Дарина... Ой, это Дарина и Артемия, они у бабушки. Вот, а у нас сегодня будет вечер суши. Мы сегодня их попробовали заказать через сайт. У нас открылся новый магазин, суши даром называется, вот. И, ну, у меня что-то я сидела в этом ВКонтакте, в общем, там смотрела. Что-то я не помню, там лазила мне раз, короче, высветилась. Думаю, о, блин, что-то новое. Они как раз в этот день, получается, открылись. И у меня сразу он высветился. Что-то такое, короче, в этом роде было. В общем говоря, у них там есть сайт еще свой, через который можно заказать. Ну, в общем, мы решили попробовать не туда поехать, заказать в сам суши-бар, а через сайт. Ну, выбрали все, кинули в корызиночку. Я говорю, давайте прямо аж засекем. Ну, честно говоря, доставку выбрала самовывоз. Потому что, думаю, ну, кто его знает. Сегодня такой день, ну, пятница. Но видео, конечно, чуть попозже выйдет. И это. Думаю, кто его знает, когда нам приедет доставка. Думаю, аж засеку. В общем, выбрали мы все, оформили заказ. Написали, что с вами созвонится менеджер для подтверждения. Ну, и все, все такие вот мелочи, в общем, по заказу. Ну, я думаю, через, интересно, в какое время это все произойдет. Да, произошло это очень быстро. Где-то в течение, наверное, 7-9 минут что-то такое. Вот позвонила менеджер, девушка. Ну, все подтвердили, мы с ней обговорили. Она еще сказала, какой-то там в подарок нам будет этот сет. Не, не сет. Ну, вы поняли. Все, как это, я забыла, как называется. Ну, что единственное меня удивило, там идет вот этот вот, как он называется? Соевый соус. Что-то у меня голова не работает, голова немножко разболелась. Соевый соус платно. Ну, первый раз, честно говоря, встречаю. Потому что у нас везде, как бы, ложили просто бесплатно к этому. В общем, доставку выбрали сами. Самовывоз. Теперь ждем, когда нам позвонит менеджер и скажет, давайте приезжайте, ваш заказ готов. Сказала, что будет готовить где-то в течение часа. Потому что заказов очень много. Ну, я прекрасно понимаю, сегодня такой день. Все хотят суши, а здесь заказов, поэтому очень много. Так что ждем, обливает, давимся с линами, сидим, ждем. Главное, чтобы за это время ничего не наесться и чтобы попробовать суши. Мы, кстати, вперед как-то с Алиной брали. Мы, по-моему, в каком-то видео это тоже показывали. Говорили, блин, так испортились все, так испортились. Я не знаю, такое гэп было вот в тот раз, когда мы брали. Это, честно говоря, не знаю. Ну, вот скажите мне, пожалуйста, кто читает вот такие вот аннотации, которые лежат в лекарствах? Ну, это я прям не знаю. Нож-пакетик уже дома. Ждали мы, конечно, не около часа, как нам сказали, а час где-то 20. 30? Нет, 20. Я смотрю, тут сверху сердечко нарисовали и мордочки такие. Хватит кашлять. Да что ты говоришь? Подожди, Ильдар, смотрите, на каждой коробочке нарисованы вот такие вот сердечки, написано все, да? Так, на это не обращайте внимания, я завтра буду с ними это разбираться. Вот, ну, задумка такая, задумка неплохая, васаби, вот, васаби и соевый соус, блин, я думала больше будет, надо было тогда три заказывать или четыре. Это, это платно, ну, вот, бамбуковые палочки, не знаю, может, уже платно. Надеюсь, что нас они не разочаруют, как в тот раз, да, Алина? Так, открываем сначала вот это. Это, ну, это получается сет, овощной сет получается. Ильдар, ну подожди, да. Ну, это невесно. Конечно, это я не знаю, я уже не помню, как что называется. Это вот это, что мы заказывали. Это огурчик, мясо и... Ой, как тепло прям. Я это все, я это все снимала. Тепло прям вообще, аж слюнки потепли. Ой, я это хочу попробовать. И еще тут что? А вот это вот, наверное, нам был в подарок. Вот. Надеюсь, что нам это все понравится. И плеваться не будем, как в тот раз. Где васаби? Вот, да. Елена, иди, а то тебе не достанется. В общем говоря, всем приятного аппетита. Будем пробовать. И спокойной ночи. Если у вас ночи. Мы, кстати, очень долго дождали. В блин, в следующий раз нужно заказывать намного раньше. Как их разломать? А больше, чтобы они не поломаются. Да они не поломаются намного раньше, чтобы как раз часиков всем было готово. А не так, когда уже на ночь, чтобы объесться. Милена. Милена сейчас все съедим. Да. Нам больше достанется. Чего тут делать? Давайте, зовите остальных. А как, поедем? Куда? Куда? Дарья, снимите шапочку, что ты голова мокрая. Завтра нам уже холодно будет. Идите, зовите остальных. Да, Тимон, иди, зовите. Складывайте, идите, забирайте, что там нет. Или не приедете. Машина, твоя тебе нет. Да, они приедут, да, назад. Да, я приеду. За учеру посидишь. И завтра. Нет, сегодня. Нет, завтра приеду. Выровняла. Посидишь за учеру сегодня, приедешь до бабушки. Потом завтра приедешь. Нечего тут лафу гонять. Я говорю, я сейчас домой поеду, а завтра приеду к бабушке. А. Ясно. Завтра приедешь к бабушке, там завтра уже воскресенье. А уже каникулы. Каникулы. День и неделю. Это ваш песочек тут, да? Да, тут. Раньше здесь бабушка говорила, была песочница. Вот тут? И качеля. Раньше была вот там песочница. Вон там, вон там, да. А качеля, качеля, не помню, где-то там. Качеля, говори, здесь отстаться. Тимош, машину забирай. Мы потом привезем тебя. А что? Ты что, не хочешь поехать домой? Короче, я шашлыки сам с ним оставаюсь. А заноси, может, ну что, Тали? Давай, одевайтесь, вы выходите. Привезем. Забиваем молоку бабушку. Только что-то никто домой не хочет ехать. Как я много сделала, можно я не буду брать домой? Кого? Хорошо, ладно. Спасибо. Что все, что все. Какая у нас сегодня тут прелесть. Что, уже готово? Да. У нас шашлычочки. Тимоня, ты жарил? Что-то не видно было. Пока вышла тут все показать. А они все разбежались. Погодка вообще супер сегодня. Ой, какой аромат. Какой аромат. Виси под побольше тарелочки. Сейчас нам посмотрим. У нас тут, блин, эти оладики жарятся. Что-то я так давно не делала. Блин, надеюсь, что не осядут они у меня. Чаечек греется. Милена стоит. Эльдар там сегодня единоличник. Кушает уже, пьет чай. Сделал все бутербродики. Сидит, пьет уже. На улице немножко пасмурно сегодня. Смотрите, вот какие они пышненькие. Блин, ну они когда остывают, я не знаю, они, блин, оседают. Я не знаю, что делать, чтобы они такую форму как бы и сохраняли. Нам сердечко похоже. Ага, не тыкай. Так пока красивенькие. Надеюсь, что остынуть не будут сильно тоненькими. Можно меня поздравить. Они у меня получились и не оседают. Вот остыли уже и пышненькие так и остались. Ну, может быть, чуть-чуть осели, но пышненькое от теста внутри обалдеть. Главное, чтобы всегда так получались. Все, мы пьем чаечек. Да, Милен? Да. Всем тоже приятного аппетита. Кто сейчас кушает? Мы тут в светофоре. Что-то так захотелось креветок. Но мы сейчас посмотрели на них. Это вообще здесь. Вообще креветок не видно в этом во льду. Вот там внутри. Вон голова где-то высвечивается. Льдышки. Да. Здесь, конечно, более лучшая. Да, налет. Вот. Что-то где-то просвечивается. Но вот это, конечно, вообще просто-напросто. Да, лед. А цена у них вот такая. Так что... Так что так. Так, ну как вы поняли, мы были в светофоре. Вот. И я... Что-то так рыбки захотелось. Тимошка дома. Говорит, он за мамой никучая. Да, Тимош? Ручки мой? Тимош. Ты обиделся. Ручки, говорю, мой. Милена, ты тоже руки мой. И, в общем, я зарекалась там не брать ничего мясного. Не знаю. Так рыбу что-то захотелось. И, знаете, вот это панга... Как он называется? Так вот сюда перевернула. Филе пангасиуса. Вот. Получается он 200 рублей килограмм, грубо говоря. Да? Ну, 199,90. Вот. Вышло на 450 рублей почти. Ну, грубо. Тоже говоря. Округлите, если. В общем, я не знаю. Я очень надеюсь, что это филе не такое же, как я показывала этого филе индейки. И что будет нормальным. В принципе, такого большого, огромного льда, как на креветках, я здесь не ощущаю. Но будет ли он такой напичканный водой или не будет, как этот индейка, не знаю. Еще мы там взяли капусту. Не знаю. Ну, я ее особо не ем. Такую эту кап... Ну, как особо. Ее, можно сказать, вообще практически не ем. Взяли эту капусту. Вроде бы так бы ничего умели. Не шлисти. И финики сушеные. Ну, финики, честно говоря... Подожди, их помыть надо, написано. Они вот такие вот мелковатые там вот. Ну, зато, в принципе, они не сильно такие приторно-приторно-сладкие, как вот большие, крупные. Ну, и, ну, что? Что, взяла вот такой вот еще. Я не помню, чей-то вот... Ну, кто производитель. И вот этот еще взяли. Хотели еще книжки взять, Дарь? Ну, книжки там точно такие же, как и мы с тобой в тот раз были. Так что ничего не этого. Дарь, это мы брали в этом. В победе в рот не бери. Так, ну, что я хочу сказать. Я рыбкой не разочарована. Вот там еще дожаривается. Потом печку, конечно, мыть надо будет. Все. И пока не почитали про нее, все было просто замечательно, супер. Но, короче, все хорошо, все нормально. В общем, эта рыба у меня так, как этот голень, ну, вернее, филе, как это они называются, в общем, индейки не так разочаровала. Чуть-чуть немножко соленовата на мой вкус. Это я, наверное, в кого-то влюбилась. А так нормальная рыбка. Смотрите, какую вкуснятину я опять сделала. Ну, как я сделала в светофоре? Ну, я как-то, по-моему, в предыдущем или в позапрошлом видео показывала, что в светофоре готовы и есть эти круассанчики, да, вот. Ну, в принципе, можно самим сделать. Ну, это ж делать надо. Это просто. Я, кстати, их вообще даже не размораживала. Достала с морозилки. Я их просто заранее, раньше брала, но сразу я их не выпекала. Достала с морозилки, положила на противень и в духовку. И вообще ничего тоже, смотрите, поднялись. Прям шикарно и очень шикарно. В общем, сейчас будет вечерний чаёчек с круассанчиками. Круассанчиков 6. Нас дома мы не все. Так что хватит всем вечерочкам попить чаёчек. Ну, что, у нас тут уже вечернее чаепитие. Ну, вернее, не чай, а пить. Молоко пить. Привет, всем. Привет. Уже сейчас пока будем говорить. Проснулся. Все захотели молока. Ну, я себе развела чай, а остальные молоко захотели. В общем... С круассанчиками. Да, с круассанчиками. С круассанчиками. С круассанчиками мы намазали этим. Все захотели... С шоколадной пастой. Намазала, да, шоколадной пастой, которую, ну, я, по-моему, сегодня вам показывала. Я то, что мы брали в этом светофоре. Ну, честно говоря, как-то не очень вкусно с шоколадной пастой. Да. Вот, видите. Тогда или нет? Нет. Давай мне, значит. Или Эльдару. Эльдар доест. Давай. Ладно, на этой вот ноте мы сегодня с вами попрощаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите нам в комментариях. Да, и пишите нам в комментариях. Нам будет очень приятно. Делитесь видео. А кто сейчас еще кушает? И всем приятного аппетита. Да. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. В общем, ладно, всем пока-пока. И увидимся с вами уже в следующем видео. Не болейте, берегите себя в наше такое неспокойное время. Мам, ты знаешь, мы еще завтра с Миленой пойдем к стоматологу, потому что у нее болит зуба. Да, и тут кариес, и тут кариес. Да, надеюсь, что мы туда попадем. А, кстати, я говорила или не говорила, у нас уже начались каникулы. Не два дня, а две недели. А у меня еще каникулы, а почему нет? Вот, и я не знаю, выйдем ли мы после каникулы на учебу или не выйдем, это еще неизвестно, потому что там начали собирать там всю информацию по поводу есть там. Мам, всем пока-пока. Да, ладно, всем пока-пока, если что, я уже все расскажу уже в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok